История круизного лайнера Куин Мэри, Королева Мэри Круизный корабль Куин Мэри, Королева Мэри, трансатлантический лайнер, был спущен на воду в Глазго со стапелей верфи Джона Брауна 26 сентября 1934 года. После спуска на воду потребовалось 18 месяцев, чтобы укомплектовать лайнер всем необходимым и провести ходовые испытания. В конце марта 1936 года круизный лайнер Куин Мэри был официально сдан владельцем, а 27 мая того же года ушел в свой первый рейс под командованием командора компании капитана Эдгара Бриттена. На борту находилось 1849 пассажиров, которым первыми предстояло насладиться роскошью и великолепием лайнера. Для оснащения лайнера ушло 4000 миль электрического кабеля и понадобилось более 30 тысяч лампочек. Гордостью компании стал главный обеденный салон по размерам равный дворцовому залу. На отделку салона и других помещений пошли лучшие породы дерева – шелк, бархат, стены и потолок, украсили картины и гобелены, также скульптурная лепка. Интерьер дополняли огромные зеркала и изящная мебель из орехового и красного дерева. Лайнер имел мощную электростанцию, 7 турбогенераторов по 10 тысячам киловатт каждый, достаточную для обеспечения электроэнергией небольшого города. На судне был установлен самый большой в истории руль весом 150 тонн. Лайнер прибыл в порт назначения Нью-Йорк 1 июня 1936 года, преодолев Северную Атлантику за 4 дня со средней скоростью 30,63 узла. По прибытии в Нью-Йорк каждому пассажиру был торжественно вручен специальный именной сертификат за подписью капитана, который удостоверял участие обладателя в первом трансатлантическом рейсе лайнера Куин-Мэри. 1 марта 1940 года, находясь в водах Средней Атлантики и имея на борту 2332 пассажира, направлявшаяся в Нью-Йорк судно, получила радиошифровку с приказом о призыве лайнера на военную службу. Корпус Куин-Мэри был перекрашен, и через 20 дней элегантная королева превратилась в серо-стального гиганта. С этого дня лайнер стали называть Серый призрак. 21 марта 1940 года Серый призрак покинул порт Нью-Йорка и взял курс на Австралию, в порт Сиднея. Только Сидне и Сингапур имели бухты, способные обеспечить стоянку такому исполинскому судну. 17 апреля 1940 года начался демонтаж парадных элементов, придававших лайнеру роскошь, совершенно ненужную в военное время. Все снятые предметы снабдили бирками, упаковали в ящики и отправили на склад. За две недели комфортабельный лайнер превратили в огромный военный транспорт. Теперь его вместимость составила 5500 солдат, вместо 2139 пассажиров. В помещениях установили портативные койки и прикрепили к переборкам гамаки. 5 мая 1940 года началась переброска солдат в Европу. Серый призрак принял на борт первые 5000 человек и взял курс на Англию. За последующие пять лет транспорт перевез полтора миллиона человек и покрыл расстояние более 900 тысяч километров, доставляя военнослужащих из Австралии и Америки в Европу и забирая раненых в обратные рейсы. Скорость судна давала возможность легко уходить от вражеских субмарин, при этом серый призрак всегда шел зигзагами, остерегаясь торпед. Для отражения атак с воздуха на палубе были смонтированы 40-миллиметровые зенитные установки. Существовал строжайший приказ командования не останавливаться ни при каких обстоятельствах, даже для спасения терпящих бедствия. В конце 1941 года, во время визита Уинстона Черчилля в Вашингтон, генерал Джордж Маршал отдал приказ о реконструкции всех имеющихся в Англии транспортов для увеличения их вместимости до 15 тысяч человек. На сером призраке были установлены специально изготовленные из трубчатой стали подвесные койки. Салон первого класса был переоборудован в госпиталь. Громадная гостиная и офицерская кают-компания заполнились спальными местами. Во всех свободных помещениях разместили 12 500 коек. И тем не менее еще 3500 человек, оставшиеся без спальных мест, вынуждены были находиться во время рейса, естественно, только летом, на палубе. Сидели вплотную друг к другу, так что повернуться было почти невозможно, спали по очереди. В августе 1942 года серый призрак принял на борт 15 125 человек, имея 863 члена экипажа. Лайнеру принадлежит своеобразный рекорд, совершенный при переходе через Атлантику с 16 683 военнослужащими на борту. Обычная загрузка лайнера в трансатлантических рейсах составляла около 12 000 человек при шестидневном путешествии. 2 октября 1942 года произошло столкновение с британским крейсером ПВО Кюраса. В результате аварии крейсер затонул в течение нескольких минут. Большинство членов команды, 338 человек, погибли, спастись удалось лишь капитану и 26 членам команды. В течение 20 лет после окончания Второй мировой войны, лайнер исправно продолжал обслуживать трансатлантическую линию. Но конкурировать с авиакомпаниями становилось все труднее, и ставшее со временем нерентабельным судно пришлось вывести из эксплуатации. Судно Куин Мэри за 31 год плавания прошел 3 750 000 миль и перевозил более 2 115 000 платных пассажиров. Вместе два судна Куин Элизабет. Куин Мэри являлись лидером в области пассажирских перевозок. Но после появления в конце 1950-х годов реактивных самолетов, судно стало нерентабельным. У Куин Мэри был большой расход топлива, низкая осадка, из-за которой нельзя было заходить в порты, находящиеся на островах, и большая ширина, которая делала невозможным проход лайнера через Панамский канал. 24 июля 1967 года трансатлантическая пароходная компания Кунарт Лайн объявила о продаже лайнера США за 3 450 000 долларов. 31 октября 1967 года Куин Мэри с 1040 американскими пассажирами на борту под командованием капитана Джона Трэшура отправился в свой последний рейс из английского порта Саутгемптон. Но чтобы перебраться в свой последний порт приписки Лонг-Бич, Калифорния, Куин Мэри пришлось огибать Южную Америку и Мисс Горн, так как ширина лайнера на целый метр превышала ширину Панамского канала. Судно посетило Рио-де-Жанейро, Бразилия, Вальпараиса, Чили, Кольяо, Перу и Акапулько, Мексика. 9 декабря 1967 года океанский пассажирский лайнер Куин Мэри, завершив последний рейс, вошел в бухту калифорнийского города Лонг-Бич. В апреле 1968 года лайнер поставили в сухой док, чтобы очистить от многолетнего слоя водорослей и перекрасить. Затем вернули на достроечную пристань для демонтажа оборудования, занимавшего значительное место в машинном отделении, включая пять бойлеров-котлов, два турбогенератора и опреснитель морской воды, оставив для обозрения туристов лишь привод грибного вала. Была установлена новая система кондиционирования, проведена замена всей системы канализации, модернизированы пожарная, электронная, телефонная связь. Корпус защитили специальной катодной и противокоррозийной системой. На переоборудование лайнера затратили 20 миллионов долларов, еще 10 миллионов ушли на строительство подъездных путей к пристани и автостоянок. Город нанял поваров и официантов для нового ресторана, гостиничную прислугу, продавцов магазинов, а также работников для морского музея. Круизное судно Куин Мэри сумело сохранить свое великолепие и королевскую гордость. 85 тысяч квадратных футов площади отведено для проведения презентаций, собраний и съездов, 50 тысяч для шоу и выставок. На борту имеются 16 салонов с возможностью разместить до 2000 человек одновременно и гостиница на 365 мест. Для желающих вступить в брак на лайнере имеется свадебная часовня и церковь. Свободный доступ обеспечен на любую из палуб. На данный момент корабль потерял статус отеля, так как перестал кому-либо принадлежать, и выставляется на аукцион в конце мая 2021 год. Компания Лон Бич заявила, что у нее нет обязательств по ремонту, и по этой причине корабль ремонтировать не будут. В результате того, что корабль давно не ремонтировался, он начал из-за своего плохого состояния опасно крениться на бок. Происходит это из-за потери структуры. Во всех корабельных сообществах бьют тревогу, так как один из самых старых лайнеров может уйти в историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова